Игнатий Тихонович, здравствуйте! Меня слышно? А что у вас ни в фамилии, ни фотографии, там ничего нету-то? Почему так? А я в скайпе обычно редко бываю. У меня канал на ютубе. Ну хоть не канал здесь, зачем такие слова написаны? Я сразу спрошу. Вы ставьте свое имя, фамилию, чтобы я вас знал. Неизвестно, что там есть, какой-то предмет или что. Что вы так? То ли боитесь, то ли как? Честоправд или чест просто? Ну просто сделайте на следующий раз, чтобы сделайте. Я не люблю, когда инкогнито приходят. Так, у нас все записывается и вставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Я вас слушаю. Говорите, пожалуйста. Меня вам порекомендовали мои зрители. Сказали, что есть такой интересный человек. Я посмотрел ваш канал и увидел, что у вас очень много видео, жизнь ваша выкладывается, общину организовали. Я в вас увидел сильного организатора. И вот возникли некие вопросы. Я хочу вам их сейчас задать. Первый вопрос будет такой. Как вы считаете, что будет с вашей общиной после вас? И есть ли у вас преемник? Да Бог один знает. Такой вопрос, как сказать, будет или не будет. Считали, что со Христом все кончилось. Неграмотных набрал рыбаков. Все они рассеются. А получилось не так, как думали враги. Думали так, что Давид умер и все рассыпалось. Ничуть не бывало. Плохие были дети, внуки. А все равно дело Божие шло. И, наконец, Спаситель родился. Когда начинают наши близкие это говорить, как будет, я говорю, еще лучше будет. Это Господь усмотрит. Бог дает. Поэтому я никогда такой вопрос не ставлю. Я делаю то, что мне сегодня положено. За мной какие будут. Да столько предателей, столько друзей. А Бог знает, кого и где поставить. Все. Второй тогда вопрос. А что самое сложное в управлении общиной? Твое духовное состояние. Самое трудное. И не искать своего. Самоконтроль, то есть, да? Понимаете, не самоконтроль. Это все на молитве. Если на молитве Бог не открывает, ничего не надо делать. Вот. А как ему ответить? Первый вопрос. Надо ли ответить? Надо ли какие-то меры принимать? Для руководства требуется шесть пунктов. Если вы не знаете, я вам сейчас засчитаю. Пишите. Хороший руководитель должен обладать этими качествами. Напишите. Первое. Воображение. Воображение должно быть развито. То есть, вы еще не начинали что-то делать. Решили купить сейнер. Ловить сайру. Решили делать консервы. Подумать, где сбывать. Вы должны все, весь путь проследить. Второе. Знание. Второе. Знание. Для руководителя нужно знать больше, чем подчиненные. Ты должен знать по своей области все. Вот мы ездили в такая миссионерская поездка в Телевостоке до Лиссабона. Ну, мне приходило все это брать на себя. Средства. Как их сохранить? Как не потерять? С нами собака. Охрана. Как останавливаться? Едем с грузом. А сначала четыре с лишним тонны книг забросить и развозить. Я по библиотекам свои книги дарил. 38 томов у меня вышло. Моих. Трудов. Вот. Это все. Знание. Обстановки какие там люди, где проезжать. Это второе, да. Все. Второе. Третье. Умение. Умение. Пишите. Вы решили дом построить? Практическое применение знаний, то есть. А знание это еще пока голое только. А дальше уметь это делать. Если строить дом, ты должен знать и плотинскую работу, и печника, если ты где-то некого нанять. Так и на войну, которая идет, он должен все знать. Как это воплотить? Как охрану поставить? Когда наступать? Когда отступать? Третье знание. Четвертое. Решительность. Решительность. О чем Серафима Саровского спрашивали? Почему ты... Вначале у тебя получилось, а у нас никакой решительности не хватает. Решимость. Чтобы враг, еще ты не тронулся, он уже понял, что надо белый флаг выбрасывать. Малым количеством, как Суворов говорил, знанием и умением. Мы все равно победу одержим. С нами Христос. Знание. И одно качество, пятое, которого люди боятся. Беспощадность. Записывайте. Без этого руководителя нет. Что значит беспощадность? Беспощадность. К разгильдяйству. К отступничеству. Ему поручил он. А я забыл. Раз, другой, третий от него избавься. От него ничего не будет. А этот конь, его за хвост да в яму. Он борозду портит, не работает. Он разные отговорки. Одно и то же долбишь. Если это не важно, там где-то что-то, тут можно терпеть. Но когда важное, его оставили одного. Сказали, проезжай тут в это время Солженицын. Обязательно передайте. А я забыл, пошел купаться. Я сейчас должен с ним. Я расстаюсь с ним. Вот пошли проповедовать апостол Павел и у него друг Варнава. И третий с ними племянник Варнавин, Марк, евангелист Марк. И дорогой отстал. Когда они вернулись, такой триумф был. В следующий раз они идти в миссионерскую поездку. И Марк засобирался. Павел говорит, нет. Почему отстал, неизвестно. Или он юноша был. По мамочке соскучился или еще что-то. Он его выхватил. Больше не поедешь ни разу. И избрал силу. А Варнава взял Марка. Он племянник его. И пошел. Но потом Марк на высоту поднялся. И Павел им уже воспользовался. Беспощадно. Кабы не эта беспощадность Павла, ничего бы с него не было. И последнее, шестое качество, самое трудное. Привлекательность. Привлекательность твоего образа. Уникальность его. И это будут замещать все. Избран ты или не избран. А не то, что я хочу быть руководителем. Ну так ты и засохнешь лейтенантом. Почему Наполеон стал Наполеоном? И решительность все у него была. Вовремя выстоял пушки. И коммуну вся тут разгромил пух и прах. Почему Суворов, генералист, ему сам назван. Ни разу, нигде побежден не был. Малым количеством. Я говорю о них. Вот так и в проповеди. Прежде чем ехать, я должен быть все рассчитать. Где будут остановки. Куда забросить контейнер. Где ставка будет. Как питаться. Где помыться. Все абсолютно. И где хранить деньги. Если арестуют. В каких местах. Я должен был все абсолютно держать на себе. И мы проехали. Минимум 600 городов посетили и сел. Это не игрушка. И ночевали в лесополосах. Ну, Владивосток. Порт Находка. И Лиссабон. Прибалтика и Скандинавия прошли. Такой поездки никто никогда не делал. Притом мы ехали с дарами. Не просто так. Каждый в библиотеке я оставлял на 750 евро. Ну, и умножь теперь на 600. Переведи в рубли. Вот Господь благословит. Это не наше. Это только Бог делает. Это все благодать Божия. Вот эти качества. А что такое привлекательность? Ну, кто-то недоволен, доволен там. Но тебя нету. У тебя настроено все, говорит, как швейцарские часы. В любой момент. Ты здесь находишься. Друзья в другом месте. И ты точно знаешь, что они делают. Все время руки у тебя на пульте лежат. Тебя нету. А ты абсолютно, значит, и они это понимают, ощущают твое присутствие. Не то, что я диктатор, теперь там давлю. Я всегда предлагаю людям. Лучший вариант есть. А бывают люди, которые говорят, да я за свою должность не держусь. Это он такой добрый. Считай, немедленно убирать. Это не работник. Я за свою должность держусь. Я староста общины. Я начальник детского лагеря. Лагерь образовал. Я отдам должность тогда, когда увижу и докажешь, что лучше меня будет делать. Но такого нет. В лагере многое переняли. Но у меня в лагере было физическое наказание. Никто не имеет права наказывать. Никто. И никому за 45 лет я это не дозволил. Только сам. Я зайду, переговорю, по голяшке там щелкну, чтобы слышно было. Ты с линями покажи, что ты плакал. Помолился с ним. И другой матерился. Крапивой накажу по-настоящему. Но родители уже дали расписку, что так и мне и желают. Это не просто так. Против меня уголовные дела воздвигали. Все. Всех Бог разгромил. Никого нигде нет. Все суды выиграл. Это дело Божье. Привлекательность заключается в том, что ты никому не подыгрываешь. Проповедь ли говоришь или где-то что-то двигаешь. Поверх голов смотри. Ты перед Богом избран. Пророческий глаз зазвучал. Слушай, земля и небо. Ибо Господь говорит. Внимайте. Они так сказали, оглядываются. Женелика. Подкаблучнику никогда этого не достичь. У тебя в семье одно слово, говорит. Я, говорит, взглянул, говорит. Улыбнуйся, они не верят. Считай, Исидор Пелосиот, говорит. Чем строже ты обращаешься с женой, тем больше она привязана к тебе. Она понимает, это скала. Муж. А то подкаблучники большинстве мужчин это. Ему ничего нельзя доверять. Увидит, какую юбку уже голова закружилась. Срамота одна. Еще? Вот вопрос еще есть по поводу подкаблучников. Я смотрел ваше видео. И как вы порекомендуете, сейчас просто очень много подкаблучников, вообще я как-то наблюдаю. И что вы порекомендуете, какие может быть рекомендации, как не стать подкаблучником? Что для этого надо? Ну, для этого надо быть мужчиной. Мужчиной быть на самом деле. Ты должен быть мужем и иметь чин. Муж-чин. И тогда будет видно, чтобы она заранее знала. Прежде чем жениться, узнай, кто ее мать. Как правило, яблоко недалеко от яблони падает. И она должна заранее знать. Больше ни одной разрезанной юбки не будет. Брюки ты никогда не наденешь. Поставь все. Все это. А нет, значит, сразу на мелкую лапшу изрубил и выкинул. И больше она не будет прикасаться к этому. Смотреть надо. Но себя, если ты знаешь. А не так, она тебе условия будет ставить. Пойдешь в театр со мной, Володя. Тогда я с церковью схожу с тобой. Зачем она тебе нужна такая? Она тебе не нужна. Она свяжет тебя по рукам и ногам. Ты сказал переезжать. Вопрос снятый. Куда, говорит, иголка? Туда нитка. Нитка. Она нитка. Она бывает в узлах отрывается. Не, кстати, я только говорю, поверьте. Это ежедневно. Где-то будет... Я посмотрел... Говори же. Я посмотрел на вашу общину, и у меня сложилось впечатление, что вы чем-то похожи на староверов-старобрядцев, поскольку те тоже уходили от цивилизации и организовывали свои общины для того, чтобы там создать справедливое общество. Как вы считаете? Ну, мы уходим от цивилизации. А на основании чего вы так решили? У нас мирская школа. На основании того, что... Государственная школа. Учатся в университете. Многие с красными дипломами. Врачи, юристы. Как мы ушли? В каждом доме интернет. Как мы ушли-то? Приезжают представители власти у нас там. Приезжает митрополит. С ним и священники, и епископы. Государственной власти там все приезжают из краевой администрации. Как мы где уходим-то? С чего это взяли-то? Наоборот, нас обвинить можно, что мы слишком много общаемся с миром. Но не так, как в печати выступаем, книги издаем, по радио выступаем. К нам едут люди. Как мы... Где мы удалились-то? Какие староверы-то? Про нас везде говорят, не только в Алтайском крае, а везде знают. Да приезжают какие люди. Путин вот приезжал здесь. Патриарх Кирилл, мы вполне могли их к себе пригласили. Но у них жесткий график, никак они не смогли. Прямо ответила их администрация. А с чего вы заключили? Еще вопрос будет... С чего вы-то... Мне поясните теперь. А с чего вы сделали вывод? Я... Это вопрос. Это не... Это не заключение. Не заключение, нет. Это не сатистик. Это такой был вопрос. Так. Дело в том, что я посмотрел, как вот они живут и какие-то параллели провел. Ну, допустим, что могли... Что-то старобрядцы не уходят, организовываются. Ну, старобрядцы, во-первых, без священства большинство. Это только Белокреницкое и Новозыпковское имеют священство. А у нас... Мы с ними близкие. Мы из старобрядцев многие, которые попов не имели. А без поповца это раскол. Мы же с головой. И теперь брат у меня протеерей, закончил московскую семинарию. Вопросов нет. К нам местный архиерей, митрополит Московского патриархата, приезжает два раза в году. И с семинаристами, и с певцами. И у нас прекрасные отношения. Так что мы никуда не отдалились, ни от чего, ни как. У нас сколько гостей было из Америки, откуда из Бразилии, из Греции. Ну, к нам никак это не относится. Тем более, я в пяти университетах вел занятия, тренировали программы регулярно. Какое удаление от мира? Как? В каком месте? Когда у меня народу столько и звонят, и приходят, и в интернет. Я каждый день 14-16 часов в интернете. 38 книг. За 9 лет я больше 30 тысяч часов провел за компьютером. А компьютер это не старообрядческая форма. Тогда следующий вопрос. Когда было проще заниматься миссионерской деятельностью? В советское время или сейчас? Когда лучше было? Как вы считаете? Ну, я буду говорить, опираясь на свой опыт. Для меня одинаково было. Но так широко, вот как сейчас, конечно, издать книги я бы не издал. Поездку такую сделать не сумел бы. Конечно, сейчас намного лучше и проще и легче. Но у меня багаж. 50 книг аудио начитанное. С таким багажом ехать. Но тогда нельзя было. И лагерь нельзя было образовать. И с нуля деревню строить православную нельзя было. Коммунисты все пожирали. Самое человеконенавистическое за мировую историю партия, которая в десятки раз хуже фашизма. Еще вопрос будет. Считаете ли вы, что православие сегодня является опорой российского государства? Во времена Российской империи православие являлось опорой государственности. Она опорой, да гнилой. И все рухнуло. Как говорят, пишут Ульянов, ему сказали, молодой человек, куда вы идете еще? Бил он когда в гимназии. Перед вами стена. Он говорит, стена догнилает, к ней развалится. Это не опора. Кто опирается на нее, на эту трость, говорит мне, Писание говорит, она проткнет ему ладонь. Да какая это опора, когда о Боге не говорят? Опора только Бог. А то власть, скрепа, все это полетит. И церковь, что жнется к сталинскому голенищу или к путинским ботинкам, они за это отвечать будут. Он должен у них спрашивать, а не они у него. Вот я православный. Но вот запретили у нас государство сейчас свидетели сторожевой башни. Свидетели Иегова, как называют. На каком основании? Какие обвинения? Главный сектант обвинял Дворкин. Главный сектант. Травит людей. Государство, они прекрасные граждане. Я их знаю, работники. Да они эритики. Да они эритики. Государство-то не теократическое. За ересь-то их никто не должен преследовать. А добились этого? Противозаконно отняли их, где они собирались, зал царства. Там 400 с чем-то. Это все аукнется. Это начало. Дальше доберутся и до нас. Подряд все пойдет. Рубиловка. Игнатий Тихонович, что вы можете сказать о развязанной войне на просторах интернета, а конкретно против патриарха Кирилла? Как вы должны реагировать верующие люди на выпады против веры и патриарха в интернете? Ну, мне это не чуждо. Мы усиливаем молитву, все время молимся. У нас есть, как добраться до неба. Вот оно. Видите вам? Сюда смотрите. Вот на меня смотрите. Вам видно? Вижу. Ну, вот это семикратно в день. Три святоя и сто поклонов. Мы за патриарха молимся ежедневно, чтобы Господь дал ему силу все выдержать и самому измениться, получить духовное рождение свыше и жить в Духе Святом. А злословие это, во-первых, запрещено, а во-вторых, ничего не дает. Ничего не дает. В интернете, да никогда оно не умолкало. А Путина, как клеймят, как будто какой-то Грудинин там или там еще это, сморщок там вылезла, девчонка. Всех блудников собрали. При Путине, по крайней мере, мы хотя бы можем свободно что-то делать-то. А эти, Крым отдать, вот она там треп один. Крым отдать никогда он не был чьим-то, он всегда был русским. На каком основании отдать-то? И жители изъявили желание. Это Хрущев, Самодур, отхватил для Нины Петровны на день рождения, как говорят. Нужно ли это? Крым никогда не был украинским? Никогда. Ну, то в то время они обратили внимание, одна страна и одна страна. А вот Донбасс, тут вопрос другой. Я это никак не могу признать справедливым. Это и Лукашенко Александр Григорьевич говорил. И мы не согласны, чтобы от нас области отрывали. В Америке, когда пытались это сделать, там с грязью все смешали. Чечню пытались взять, все смели. А почему вы решили, что они Донбасс должны отдавать? Я не команду, я просто говорю. При Ельцине еще было, чтобы отдали Шикотан, там остров от Японии. Он побоялся. Нужны нам эти острова, когда они никогда не были русскими. А там жить негде. У нас просторы. Задави нас, говорит. Десять раз можно спрятаться где-то. Одна с шестой сейчас суши. А людей-то нету. Там китайцы, тут средние азиаты. Везде все уже чужое. Надо вовремя в мачте рубить, когда буря начинается. Добровольно. Калининград, где-то там не проедешь, оторван от страны. Нужен Кёнигсберг этот? Отдайте его. Да, я выражаю свою мысль, но у меня нет никаких рычагов. Знакомства нет. Сдумай. У меня есть такое. Отдайте шикотан и Кёнигсберг отдайте. Песнопение. Стихотворение написано и его поется. Зарядите где-то. Отдайте шикотан и Кёнигсберг отдайте. Запишите. В интернете заложите это. Запросите. Я не сторонник того, чтобы раздавать государственные земли. Я не раздаю. Я говорю. Я считаю, что все земли, которые у нас есть, это все наше. Это не наше. Это все наше и ни в коем случае нельзя отдавать. Вот все это. Не понимаете вовремя-то. Наше, наше. Этот патриотизм от каждого, говорит, червивого котелка за версту воняет патриотизмом, как Шолохов написал. Так что это все отобрано будет. Этого не будет. По Байкалу, по самой Китаю отрежет в один день. Людям негде жить. А мы начинаем какие-то острова собирать. Разберитесь с тем, что есть. Вот я сейчас говорю. Еще непонятно. Но сегодня не слушают. Завтра это будет. Это будет отнято. Насильно. С кровопролитием. Но все это отберут. Ну, маленько. Надо политически мыслить. Но наша армия сильная. Ядерное оружие есть. Да вы ничего не знаете тогда. Ядерное оружие. Ядерное оружие это на 90% уничтожено уже. А Америка не извинулась в место. Со всех сторон окруженная. На Москву сегодня 1700 с лишним ракет. В течение 20 минут упадут. Ничем не защититься. Вы просто понятия еще не касались, может быть, этого. Сейчас выступает генерал армии, генерал полковник Российской Федерации. И показывает. Напротив 100 дивизий китайских. Одна развернутая по Дальному Востоку. Больше ничего нет. Взять негде. Одна из 100. Бамбуковым палками задолбят. И поэтому Путина не надо обвинять, что запускает сюда Азиат и Китайский. Земля пустая. И правильно делает. 12 миллионов, говорит, уже здесь на Хабаровске. Есть еще вопрос. У меня есть подписчик, старовер-старобрядец. Он спрашивает, можно ли приходить в православную церковь и креститься двумя перстами? Как это будет воспринято священнослужителями и прихожанами? Никак. Никак. Потому что даже принято уже решение собора православного в 71 году, что то и другое равноспасительно. Никак. А вот у старобрядецов там никак не дадут. Если ты молишься триня перстами, тебя выгонят и что угодно. А у новобрядцев они вообще не знают и не смотрят. У нас половина так молится. А возьми, около храма Христа Спасителя, Берсеневка, 200 метров там, отец Кирилл, все по-старобрядецчески ведет. И там приходит служить по-старобрядецческий митрополит Иларион Алпеев. Все по-старобрядецчески, одеяние все. Почему это Сергий Радонежский так молился? Вы что в самом деле? Князь Владимир-то принял то, что Никон исказил. А у нас молятся там кто так, кто как принято. Мы даже в одном доме живем и у нас никакого разговора нет. Господь смотрит на сердце, не только на пальцы. Так что скажите старобряцу, что никогда... Посчитаете ли вы... Никто ему ничего не скажет. Пожалуйста. Еще вопрос. Считаете ли вы, что русский человек должен быть православным? Это интересно. Да так как уже он изберет. Он может быть мусульманином, буддистом, кришнаитом, еретиком. Еретиком. Ну а вы как ждать? Я бы сказал только православным. Православие это в более, ну, таком сохраненном виде сохранилось с 4 века. А если православие наше сравнено с апостольскими временами, то мы никуда не годные. Самые насходящие схизматики. Как вы считаете, как вы относитесь к инквизиции и была ли она на Руси? К такому явлению, как инквизиция. Была. Была инквизиция, правда поменьше. И мы с этим католикам приписываем 12 миллионов сожженных, убитых, повешенных, насаженных на кол. 12 миллионов. У России поменьше было. Иосиф Володский непрерывно гундел князю. Казнить надо, яретиков, казнить. Вот это жидовствующее и прочее. По сей день не доказано, что это было. А казнили людей. Башкин там, другие. Все пострадали. А как они гнали старообрядцев? Какое самосожжение было? По тысяче человек сразу. Доводили за самосожжение. Люди с семьями сгорали, чтобы только не отдаться в руки этим православным зверям. Протопову Акову писал, где ты нашел на Никона, чтобы мечом и огнем обращать свою веру? Где? А потом Никон сам говорит, по старым, по новым книгам можно, равноспасительно. А клятвы, которые наложили тогда на старообрядцев, як они и бывшие. Сегодня, сегодняшняя патриархия, все сняла зарубежная и московская патриархия, как як они и бывшие. Но зарубежная церковь принесла покаяние перед сообрядцами. И говорит, не потому ли на нас обрушились гонения, что мы вас гнали тогда. Но не мы гнали, это наши предки. Мы виновны. Мы просим у вас прощения слезно. Простите нас. Вот это правильно. А патриархия такого покаяния не принесла. Папа поехал, просил у евреев прощения в Иерусалиме. Папа. А евреев как гнали здесь? Все эти поджоги. Считай Тараса Бульбу. Живем, говорит, кожу сдирали, сжигали. С евреями что они делали-то? Бей жидов, спасай Россию. Это русская наработка-то. Почему не просят патриархии прощения у евреев? А евреи пусть просят у русских за революцию, за убийство царя, за все, что в нищете живем. И тогда мы освободимся от этого гноя. Я вот смотрел по поводу вакуума, смотрел фильм «Раскол», там сериал. Очень интересный, понравился, как там все события отображены. И вопрос еще. Какие у вас мысли по поводу церковного раскола при Никоне, когда Единая Русская Церковь разделилась на два лагеря? Какие меры были приняты для избежания раскола в будущем? И есть ли возможность объединить церковь? Возможности нету ни на один процент. Никонская реформа была совершенно ненужная. Раскололо русское общество. И в это окно, как говорят, прорубил Петр, провалилась вся страна. Самое отрицательное. Никон Мордвин, это был инквизитор самый настоящий. А будущее предсказать нельзя. Вопрос еще. Достаточно ли... Достаточно ли государство оказывает помощь церкви и довольны ли вы тем местом, которое определило государство религиям? Совершенно вопрос. Прямо нас какими-то ставят нелюдями. Да при чем тут государство-то? Павел разве искал у Нерона поддержки-то? Наше дело быть светочем миру. Город на вершине горы. Государство не должно никакого отношения не иметь. Государственные деньги не нужны. Если не могут люди храм построить, то и он не нужен. За свой счет. Все делать самим. Государство, чтобы к нам не прикасалось. А мы должны помогать государству, чтобы люди обращались к Богу. Наоборот. Еще вопрос есть. Существуют ли бесы и как их увидеть? Не дай Бог, Матавилов Александр Николаевич, когда сказал Серафиму, он говорит, что ты сказал, чадо мое, это страшно. Он говорит, посмотрел бы, я причащаюсь, я молюсь, а бесы пришли бы побороться с ними. Ну и когда Серафима не было, он сидел там, воспоминания писал, форточку, туман заползает, как змея, и вошла в него. И он дальше стал бесноваться. И дальше он испытывал жар, говорит, копость соскабливал. Холод какой адский от артера испытал. И червь был, я его брал и растягивал, вот так, говорит. Есть, конечно, а как, с неба пали. Считаем мы об этом 14 глава Исаии, 28 глава языки Ииля, 12 глава откровения Иоанна Богослова. Господь ей говорит, молись, а ученашка, избави нас от лукавого. Не от зла, как Лев Толстой переводил, от лукавого, от бесовской силы. Она рядом, никуда не делась. К вам, говорит, сошел дьявол в великой ярости, ища кого поглотить. Так что, тут понятно все, борьба. Притом борьба... Ну и последний вопрос. Последний вопрос на сегодня. Предоставляет ли церковь доказательство существования Бога? И как вот к атеистам можно какие-то привести доводы, что Бог существует? От того, что видите. Первая глава послания к римлянам, апостол Павел говорит, невидимого, через рассматривание творений видимых. Так что люди неизвинительны. Уншульдиген, неизвинительны. Неизвинительны, что, говорит, я не знаю, Бог есть или нет. Это откуда все взялось-то? Посмотри на пальцы свои. Только подумал, и так и повернешься. Можешь печатать, можешь играть. Все органы... А откуда взялась мошка? Откуда карась? Откуда гусь? Все. Бог, великий Бог все сотворил. Все прекрасно. Дарвин никогда не доказывал, что гусенок от поросенка родился. Он не доказывал это. От обезьяны человек он тоже не доказывал. Он говорил, видоизменяемость приспособления. Бабочка на туманном альбионе, она серая сделалась из белой. Только и всего. Ничего больше не было. Как человек... Кожа у него меняется. Меланин там какой-то, который много на солнце бывает. А на ребенке это и не отражается. Поэтому тут доказывал, что все сотворил Бог. Сотворил премудро. Ну и нужно, ты должен знать и астрономию. Потому что Бог сотворил. Как луна светит. Ну, все, что говорится... Я вот птицами орнитология занимаюсь все время. Я не могу надевиться, какие прекрасные. И все Бог обдуманно. Как будет она есть, пить, прятаться, размножаться. И все. Все прекрасно. Куда я не гляну, везде Бог. Все сотворил Он. Что доказать? Доказать еще не надо. Только безумец сказал в сердце своем. Нет Бога. А почему? Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра. Нет, нет. Псалом 13, 52. Ну, на этом все. Больше у меня вопросов нету. Благодарю вас, что уделили время. И пообщался с вами. У нас занятия были. Вы прямо подошли. Спасибо. Я тогда отключился и на вас вышел. Так вы у себя только, пожалуйста, замените вот эту. И бороду не брейте больше. Не прикасайтесь к ней. В малом будьте верны. А бритый это не хозяин. Трудно это, нет? Это по миру не будьте... Ну, трудно в том плане, что... Не любите мир и не того, что в мире. Не, ну, на самом деле это... Кто любит мир, в том нет любви отчей. Это мирское все. Бог дал мужчине образ один, женщине другой. Зачем под женщину подделываться? Апостол Павел говорит, прелюбодеи, прелюбодейцы, таких людей называют. Почему Протопопа Вакуум называл блудодейное ересь Бордобрития? Вертищев, когда подошел, сын даже благословлять его не стал. А что вы назвали фильм? Это Николай Достоль, режиссер. Вот это... Раскол. А вы на нашем... Я вам скину в конце наши ресурсы. Раскол, да. Вы зайдите на наш канал и увидите... Ну, полмесяца назад я выставил аудио, начитанная книга Жукова. Протопопа Вакуум. Называется Огнепальный. Вот, очень сильно. Готовы в аудио послушать. Кажется, ролик А4, что ли, очень хорошее. Все, бороду трогать нельзя. Бритву выбросить и все видно будет. Кстати, по поводу бороды, что хочу сказать. Вот человек, он же стрижется, и ногти стрижет, и почему-то бороду, в принципе, нельзя. Досуждать не надо. Досуждать не надо. Написано, не порьте края бороды. Ногти-то зачем сюда приплюсовывать? Какое отношение имеют? Ногти только были длинные у Новохадоносора, когда с семь времен прошли над ним. И он ходил, как бык, ел траву. Но вас-то он еще быком не сделал. Волосы, голове. На голове Ростин, говорит, это бесчестье. Борода неприкасаемая. Все. Борода. Когда у Давыдова слух полбороды отстригли, он их даже в Иерусалим не запустил. Пока бороды отрастут. Обрили. А мы в небесный Иерусалим идем. Что тут говорить? Ногти. Какое отношение ногти имеют? В 11 главе Левитт читаем. Не порти края бороды твоей. Не порти края, ни ногти. Да, никакой главе. В 19 главе. Вот так. На этом все. На этом мы с вами, я думаю, попрощаемся. Если у вас, может, есть что-то пожелать, что-то сказать, еще добавить. Во славу Божию. Богу славу. Да. Всего доброго. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok